Это получается самое начало, но мы записываем его в самом конце. Смотрите подкасты для кого? Для ведущих, потому что вы кто? Вы ведущий, это что? Подкаст. Но не один, их много. Сейчас смотрите один, а вообще их много. Первая серия, вторая, третья. Там много разных людей было. Короче, это все подкасты для ведущих. Смотрите подкасты для ведущих. Ребят, всем привет. Подкасты для ведущих. Дима Моргунов. Первый подкаст 2023 года, который я записал с Митей Горьким. Дело в том, что камера, которая снимала Митю Горького, все нормально, все хорошо. Но камера, которая должна была меня снимать, произошел какой-то сбой и не записала. Я поначалу расстроился, но потом подумал, и есть же камера, которая Горького снимала, поэтому все будет гуд. Вы будете слышать мои вопросы, но не будете видеть меня. На информативность подкаста это никак не повлияет. Подкаст, забегая наперед, скажу, получился классным, максимально полезным. Мы поговорили про предсезонку, поговорили, как выйти в топы, поговорили про Митин Путь, как он выходил, поговорили про ходы и линии, проговорил, Митя рассказал про свой любимый интерактив. В общем, полезности очень много. Приятного просмотра. Спасибо, кто смотрит. Пишите в этом телеграм-канале ваши комментарии, ставьте огонечки, лайки. Мне будет очень приятно. Ну и тем, кто пишет в личку слова благодарности, спасибо отдельное, спасибо большое. В общем, переходим к этому подкасту, а впереди я готовлю еще один не менее классный выпуск с Денисом Решетом. Всех с наступившим Новым годом! Я желаю вам огромное количество заказов. Я желаю, чтобы ваши мероприятия становились круче, вы самосовершенствовались и стали лучшей версией себя. Всем привет! Это подкасты для ведущих. Здесь мы говорим на полезные темы. Кто не смотрел прошлые выпуски, ребят, посмотрите, там много полезной информации. И это первый выпуск 2023 года. Сегодня у нас гость, победитель премии Wedding Awards Россия. Нет? Нет. Я просто посмотрел на твои глаза сейчас. Когда выходит подкаст? Если в конце апреля, то давай оставим эту подводку. Да, победитель Wedding Awards Юг, лучший ведущий, церемониймейстер, финалист Wedding Awards Россия, правильно? С дуэтом с Качковым. И автор курса Короткий путь 1 и Короткий путь 2 Митя Горький. Митя, привет. Это я, привет. Смотри, ну если мы начинаем первый выпуск 2023 года, у меня тебе вопрос. Здесь мы говорим вообще на полезные темы для ведущих. Вопрос такой. Скажи, что ты будешь делать и будешь ли ты что-то делать? Ну, например, так, сейчас такая межсезонье, не столько много мероприятий. Нужно прочистить соцсети, нужно там сделать промо-видео, портфолио подобрать. Есть такие моменты, которые ты уже запланировал, что ты будешь делать? Такая предсезонка, предстарт. Да, слушай. Ну, во-первых, если мы говорим на полезные темы, начну с полезного отступления. На любом мероприятии, если вы чувствуете вначале, что что-то идет не так, что где-то какой-то фактор отвлекает вас от мысли, лучше сделать, я это называю, лучше сделать отстройку. Ну, условно. Все пришли в смокингах, а вы надели коричневый костюм. Лучше вначале пошутить, что все получали приглашение, ведущий получал за даток или аванс, поэтому он не знал про дресс-код, и вот сегодня я выгляжу вот так глупо. Если вы ведете без микрофона, то вначале лучше сказать, что я сегодня не ведущий, а ваш друг, потому что у ведущего есть микрофон, а я с вами буду просто болтать. Если родители настояли на том, что на свадьбе должно быть 40 тостов, и вы понимаете, что вы не раскроетесь как личность, как ведущий, лучше это сказать, что, вы знаете, у меня сегодня три раза поплакал, но я понимаю, что мы сегодня интерактивы не проведем, никакие ходы прикольные не сделаем, но зато мы услышим много тостов, потому что это важно. Я к чему это? Отстройка следующая. Я дома не один, у меня идет параллельно уборка, параллельно в школе выключили воду, дочь делает уроки, иногда происходят какие-то шумы. Я очень сильно надеюсь на технику компании Apple и на то, что шумоподавление это все уберет, но на всякий случай отстройка такая. Если вдруг вы будете слышать странные шумы, не думайте, что я пришел в какое-то кафе, нашел штору и такой, да, блин, сейчас часок-полтора вылезем. Это отступление. По поводу предсезонки. Да, я каждый год всегда пересобираю топлинг, пересобираю какое-то портфолио, пересобираю сообщения, которые я отправляю заказчикам, смотрю на него и думаю, зачем здесь была эта строчка, кому она вообще нужна, хочу ли я вообще ехать на эти встречи, которые ни к чему не обязывают и меня отвлекают от времени. Я не чищу Инстаграм в начале сезона, потому что я его чищу регулярно. Я иногда смотрю, думаю, так, это не надо, это можно подобрать, это что-то вообще совсем не то. Но если говорить вот про 2023 год, что у меня? Вот, видишь? Что у меня? У меня есть топлинг, но я решил не тратить на пересборку время, потому что у меня обычно уходит на это неделя-полторы, я делаю это сам. В этот раз я обратился к девочке, которая мне собирает сайт, она же мне пересобирает, оформляет договор техрайдер-бэтрайдер, анкету для молодоженов, анкету для именинников. У меня помимо анкеты есть файл, где есть всевозможные интерактивы и контент, который я отправляю, ну, не с целью переложить ответственность на заказчика, а с целью, как минимум, успокоить себя, потому что в случае, да и не только регионов, в Москве такая же история, есть там ходы, интерактивы, которые пересекаются, и мне проще не затупить в середине этого интерактива и не подумать, блин, а вдруг они бы видели что-то похожее, и сейчас будут лупить правильные ответы. То есть, как минимум, эта страховка для меня, как максимум, где-то для чего-то нужна какая-то там дополнительная информация, дополнительные фотографии, не знаю, телефоны. Вот, это тоже такой отдельный файлик, его тоже я пересобираю, то есть, это и новый визуал, и его составляющая. Просто смотрю, думаю, так, а что это у меня здесь какие-то интерактивы, которые я за год не провел ни разу, наверное, они не нужны. Ну, либо там есть интерактивы, которые всегда все выбирают, интерактив с шокерами, их всегда все выбирают, всегда женихи подходят часов в девять, и говорят, ну, что, будет, будет, мы будем бить друзей током, а ты понимаешь, что, ну, это вообще не та свадьба, ну, то есть, два друга кайфанет, все остальные, там, 70 человек, просто будут думать, что за ведущий. Ты начинаешь отговаривать, блин, да, наверное, это не в тему. Он говорит, а он смотрит на тебя, как на дурака, типа, у тебя же это было, там написано, что это разрыв, это истерика. Вот, поэтому здесь тоже такая пересборка. Все, что касается каких-то продающих материалов, будто презентации, шоурилы, какие-то лайвы, это тоже вот сейчас все в процессе, то есть, у меня в прошлом году выходили какие-то лайвы отдельными файлами, сейчас идет вот сборка в какой-то один большой шоурил, что показывать, то есть, что высвечивать на сайте, что давать молодоженам на фразу, а проводите ли вы церемонию, чтобы я мог сказать, вот ссылка, здесь все подобрано, ну, то есть, чтобы потом в мае или в июне не стекать потом и думать, господи, где это у меня, почему я пообещал, что я им это сброшу, а у меня этого нет. Поэтому, да, здесь, ну, то есть, для меня всегда январь и середина, до середины февраля это такая плотная работа по переупаковке. Благо, когда есть премии, они немножечко стимулируют в плане времени, это там топ-100, это Wedding Awards, где-то нужно что-то снять новое, где-то там, в случае региональных премий нужно сделать презентацию, и ты такой сидишь, начинаешь думать, смотришь на свою прошлую презентацию, которая больше работает для корпоративного клиента, ну, смотришь и думаешь, так, этот логотип мы подоберем, здесь у меня было что-то более яркое, здесь мы добавим вот такую информацию, поэтому, да, на предсезонке нужно пересобираться, если говорить про упаковку, если говорить про программу, тоже, потому что, я, наверное, ну, ты, наверное, согласишься, самый идеальный момент, когда мы пробуем какие-то новые вещи, новые ходы, это декабрьские корпоративы, у нас, как правило, есть какие-то постоянные клиенты, которым ты уже все проводил, и тут можно где-то поэкспериментировать, где-то что-то сделать, у меня был корпоратив, я один интерактив собирал прям по ходу, ну, то есть я начал один, а потом что-то поймался на мысли, что мне не кайф его делать, я начал выдумывать что-то там на ходу, потом что-то брать, вот, и сейчас как раз такой же момент, когда вот мы там с диджеем списываемся, говорю, давай вот этот интерактив пересоберем, давай вот это сделаем, это уберем, а давай нарежем вот таких там песенок, таких фончиков, вот для такого момента, ну, то есть, в принципе, это касается всего, скорее всего, за прошлый год вы устали от там трека, под который вы выходите, я, Сережа Скачков, мы вообще считаем, что трек, под который вы выходите, это вообще не трек для молодоженов, и не трек для гостей, это вот ваш трек, типа, ты должен от него кайфовать, тогда у тебя горят глаза. По что ты выходишь? Я не могу даже сказать название, то есть, это было что-то такое, какие-то трубы, какие-то проигрыши, ну, то есть, из какого-то телешоу, не российского, что-то такое, Скачков выходил под, в конце сезона, под Зиверт, Вайка, по-моему, называют, у меня просто еще диджей, с одной стороны музыкально развитый, с другой стороны замуда, я ему говорю, слушай, мне очень нравится трек, Маркул, Стрелы, давай я буду под него выходить, они подходят для выхода, блин, мне кайф, типа, дай, 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 по выходе, оставляем, оставляем на отбивку, вот, поэтому тут, ну, это касается всего, то есть, если там, я знаю, что есть ведущие, которые работают там с одной отбивкой, есть ведущие, у которых там их несколько, ну, вот там, оля, поднимаем бокалы на какие-то яркие моменты, лучше, конечно, все пересобирать, все смотреть, где-то просто смотреть на то, насколько это актуально, понимать, что сейчас большинство молодоженов, это 99-й, 2000-й, 2001-й год, и я вот на курсе рассказывал, что, ну, треки, а-ля, из передачи «Жди меня», ну, не рассчитаны на эту публику, да, вы порадуете родителей, взрослого поколения, ну, кайф же радовать всех, поэтому где-то находятся какие-то компромиссы, что-то, где-то ты задаешь вопрос, а насколько нужен именно этот трек, или можно просто эмоционально это как-то подсветить? Потому что идет смена поколений, прям чувствуется это. Ну да, музыки и танцы. Да, причем, ну, то есть, та смена поколений, которые вот сейчас, там, женятся, они пока еще не обладают теми, тем количеством денег, чтобы сказать родителям, мы сами за все платим, вы не лезьте, все равно есть, да, то есть, какой-то такой момент, но, ну, прикольно, чтобы они тоже кайфанули, причем тут бывают такие моменты, когда ты делаешь что-то в проброс, и кайфует только одна часть аудитории, на какой-то проброс кайфует другая часть аудитории, от что-то должно быть понятно всем. Скажи, ты говорил про премию, и ты сейчас подаешься на выник и вас Россия, вы в дуэте, да, подаетесь, и ты еще в жюри где-то в регионе будешь. В Сибири, да. Да, ну, нужно ли участвовать в премии, твое мнение? Да, объясню почему. Если мы говорим про региональную премию, это вообще лучший способ себя упаковать. Скорее всего, в регионе премия не поможет получить какие-то новые контакты, новые агентства, ну, за редким исключением, когда там ты по какой-то причине на эту дату свободен, и агентство начинает шерстить там и искать. Но в регионе нужно подавать заявку, это вот этот промо-ролик, который в теории вас показывает как человека. В регионе обязательно нужно подавать лайв на Россию, там есть правило, если ваши заявки видно, как вы ведете, то лайв или шоу-рилл не нужен. Вот, в регионе нужен лайв, и как только нужен лайв, то есть люди как минимум его собирают, как максимум, люди, которые претендуют на победу, на финал, или там на высокие места в шорт-листе, они об этом лайве задумываются заранее. Я участвовал в девятнадцатом году, проиграл вот в Эдинг Ворс Юг, и в 2020 году выиграл, причем когда был финал Митя Горький, Сергей Скачков, и дуэт Митя Горький и Сергей Скачков. Вот такой интересный состав. Вот, выиграл я, но я еще в феврале придумал себе идею для ролика, был референс на видеоблог Щербакова, где он ходил и говорил, это видеоблог, это видеоблог. Мы брали оператора, видеографа, я ходил по празднуем свадьбам, помимо кусков общения, мы записывали сюда, это заявка на Vividing Award, это заявка на Vividing Award. Но, то есть мы с июня уже начали снимать, и в сентябре уже монтировали, потому что нам было из чего выбирать, мы могли там, начинали этот процесс, когда думаешь, что взять, что не взять. Сейчас я смотрю, кто-то из ребят при Волжье, в Урале, смотрю, кто выкладывает на юге, в Сибирь я пока еще не видел, никакие ролики, но и сразу видно, кто как подошел к этому отрезку. Кто-то звонил видеографу, мы говорим, была прикольная свадьба, скинь, пожалуйста, исходя, а там же, ну просто, мы сейчас шоурилл собираем, то есть у нас есть большие куски, в которых я уверен, что вот они станут, большие диалоги, и для перебивок нужны просто там масштаб, атмосфера, где-то вот показать, что вот есть такие проекты. И там просто он присылает, есть свадьбы, на которых было четыре видеографа, и за всю эту свадьбу есть ведущий, который говорит, секунд пять. Ну то есть просто видеографы не снимают ведущего. Есть где-то, прям где полноценные куски, то есть мы не знаем, какая была задача, то есть какой был фильм, если была задача снять фильм на 9 минут, им вообще-то не нужен. Им нужна бабушка, которая бокал берет элегантно, и мальчик, который пнул вазу с цветами, и все цветы упали, и они думают, блин, вот это творчество, это искусство. Вот. Поэтому сейчас это видно. То есть премия, это круто, тут можно вот так упаковаться. Всегда, ну то есть если в премии есть какой-то пункт, что по желанию можно сделать презентацию, делайте презентацию. То есть это в плане упаковки. В плане российской премии, ну тут как минимум о вас узнают. Рано или поздно появятся амбиции выиграть эту премию, либо залететь в финал. И в этой премии, ну редко бывает такое, что кто-то сразу с места в карьер все взял и все получил. я скажу честно, что когда мы с Денисом Решетовым были знакомы со смеха без правил. И мы познакомились потом в Ростове, они приходили на экскурсию в бизнес-центр Квартал Событий. Это был такой бизнес-центр из трех этажей, где сидели только ивентеры. То есть тут офис видеографов здесь. Там был офис камеди наш, регионального камеди. Мы познакомились снова в офисе, типа, о, привет, а помнишь, мы в одном номере жили, да, прикольно. И там я узнал, что есть такая премия, там я посмотрел его заявку. Ну сначала такой, думаю, ну что-то прикольное, непонятно зачем. Потом выиграл Белов и вот тогда для меня это было, ну, ну типа, где эта премия и где мы, ростовчане. И прикольно осознавать, что там в этом году будет уже, то есть если в прошлом году это была радость от финала, в этом году уже будет расстройство, если там не будет победы. и тому понимание, что вот так вот все меняется, это прикольно. То есть нет, никогда не думайте, что это не про вас, нет какого-то взлета, у меня не тот возраст, я слишком молодой либо я слишком старый. Вообще, вообще по барабану. Поэтому на России, ну как минимум, о вас узнают, о вас поговорят. Благодаря Одиссу вас еще и подсветят в 11-м канале, разберут по косточкам. Кто-то скажет прикольно, кто-то скажет нет. То же самое касается и там топ-100, не надо, ну то есть, не надо относиться к этому как к сайту, который принесет вам какой-то заказ. Да, оттуда звонят, кто-то там, здравствуйте, мы московское агентство, увидели, что вы из Краснодара, нам нужно городское мероприятие провести. Вот, ну не надо относиться к этому как инвестиции в мероприятие, как вот раньше был сайт Горько, я не знаю, он работает сейчас в каких-то городах успешно или нет. Вот, ну то есть, ну просто как минимум очень много агентств вас видят, кто-то ставит себе на карандаш, мы можем подумать, что напрямую нет никакого контакта, но потом выясняется, там спустя год или полтора с тобой работает агентство и тебе говорят, слушай, да я на тебя подписана еще там со времен первого ТОП-100, мне еще тогда понравилось, я подписалась, что-то смотрела, а ты ее не видел, потому что она лайки не ставила, огонечки не ставила, она не писала какой-то талантливый, вот, а оказывается, она тогда уже приметила, что кайф поработать. Если вот по вынеководству ты говоришь, не ограничивайте себя там в возрасте, все вы сможете и работать с крутыми агентствами, да, ну выйти на хороший уровень, вот мне кажется, у тебя так получилось, потому что ты в этом году и с Морозовой поработал, ну это ТОПы, да, считается, и с Зубковым ты в дуэте поработал, я не знаю просто, кто был организатором, вот этот путь, он же не случайный, ты заметил, что ты делал, чтобы, ну несмотря на то, что ты с Ростова, тебя приглашают в Москву и в другие регионы, вот как выйти в ТОПы, есть ли у тебя какие-то мысли по этому? Слушай, ну у меня был поворотный момент в какой-то, короче, какая история, то есть я там первую свадьбу провел в 2008, у меня в августе была своя свадьба, а 23 августа была своя свадьба, 11 сентября, я вел уже там в дуэте с парнем нашему знакомому, мы ехали в машине в другой город, писали знакомому, а что, а как вообще каравай проводить, а какой нужно первый тост говорить, если нужно говорить нам, ну то есть мы такие, мы юмористы, мы там чего-то в юмористических проектах выступаем, но чего и как непонятно. И дальше это, ну как и у всех, просто шло, развивалось, мы жили каким-то своим маленьким мирком, где был юмористический проект, думали, что мы самые талантливые, параллельно развивались ведущие, мы думали, ну ты ж не талантишься, ну что ты, а они просто, может же, гонорары какие-то большие, сейчас так же происходит, знаешь, в городах, особенно в провинциальных, у стендап-комиков они думают, ну понятно, ты ведущий, ну то есть если мы не говорим о стендап-комиках какой-то первой величины, то есть, ну, где ведущий и где ты, стендап-комик. И это все, что развивалось, развивалось, в 2011 мы открыли бар, и вот он немножечко увел нас от ведения в какой-то таковой части, потому что условно мы открыли бар во вторник, а в пятницу была уже там 50-метровая очередь на вход, фейс-контроль, все хотели попасть, ну короче, как-то это так закрутилось, завертелось, полностью жизнь была там, плюс, мы поехали на Comedy Battle, тут же после первой съемки попали в шоу «Не спать», на тот момент оно еще в техническом режиме называлось Comedy Casino, прикинь, типа, тебя приглашают в Comedy Casino сниматься, думаешь, ё-моё, я репозиционировал себя какое-то время, что я не ведущий, что я артист, что я юморист, которого вы можете позвать на свадьбу, я в те моменты там кто-то начинал носить бабочку, я специально себе пошил какой-то голубой костюм, белая футболка, кеды такой, типа, с подвернутыми рукавами, у меня татуировка видна, типа, всё. Ну и, типа, прикольно, я прикольно вел, я неплохо вел, не было такого, что я переучивал, но в какой-то момент вот именно сарафан начал захлебываться сам по себе, то есть я нигде не продвигался в те моменты, когда выстреливали сайты всякие там «Невеста.Инфо», «Горько», я вообще ничего не трогал, не был ни в одном комьюнити, ничего. По-моему, в семнадцатом году у меня было шесть свадеб в году за весь год. Я потом, когда пообщался с ведущими, понял, что там все стоят дороже, у всех свадеб больше. Мне стало как-то так обидно. И вот первый переломный момент был, мы объединились, сделали такое маленькое объединение, нас было, по-моему, десять человек или восемь. Хорошие ведущие из известных личностей, там Сергей Скачков и Наталья Веда. Мы как-то что-то, сначала первые полгода помогали друг другу, просто скидывали заказы, дубли, уплотняли вот так сезон. Потом мы начали делать вечеринки, и потом вот основной прям переворот у меня был, я съездил на бизнес и творчество, на форум, причем я выиграл туда билет. Это было, по-моему, единственное, что я выигрывал в жизни, вот так вот. А, нет, еще, еще номер в отеле Хаят. Я поехал, я посмотрел, и я помню, рядом со мной сидел Рома Клячкин на первом ряду, потому что я выиграл VIP-билет. Он сидел со мной на первом ряду, я смотрел, там Белов, Одис, Латок выступали. Я в тот момент просто поймал себя на мысли, что они не небожители, что это не какая-то элита, верхушка, там, супер, топ, что они такие же, как я, что, скорее всего, они ведут так же примерно, как я, просто я чего-то чуть-чуть не делаю, ну, не то. И все, вот с того момента пошли прям какие-то кардинальные изменения, просто задался вопрос, что нужно поменять. То есть, я хочу стоить дороже, я хочу вести дорогие мероприятия, что во мне не так? Ага, у меня нет смокинга. Я прям, я помню, выписал себе список, что мне нужно, туфли, смокинг, платок, бабочка, ремень нормальный, не потрепанный. Ну, короче, прям по выписал, там, рубашка, и понял, что у меня не хватит денег, короче, типа, блин, может занять у кого-то, или что-то было какое-то межсезонье. Но как-то постепенно обновлялось, 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 и визуальная часть получилась. То есть вторая штука была, мы искали для сестры моей супруги ведущего на день рождения, и был четкий запрос, нужен ведущий без конкурсов. У нас в Ростове на тот момент был один такой ведущий, Илья Слепаков. Он никогда ни в одном конкурс, никаких конкурсах свадебных, там, топ-100 в один конкурс не участвовал, но в городе он известная личность, он дружит со звездами. Ну, и он ведет... Прямо крутые очень мероприятия. Да, сейчас он и организатор, он вел свадьбу Федункев. Вот. И там и звезды у него присутствуют на мероприятии. Да, да. Регионально хорошие. Он дружит с Осопом Ляшвили, прям хорошо дружит. Ну, то есть, и он был занят на эту дату. Следующий пункт, кто ведет без конкурсов, это Денис Вешетов, но он был очень дорого для нашего города. Вот. И, соответственно, я подумал, о, это же тот самый, та самая лазеечка, тот самый вход научиться вести без конкурсов. И самое главное, не то, чтобы научиться, а рассказать об этом всем. Я прям как-то начал потихоньку там в Инстаграме позиционировать, еще что-то. То есть, там появилось мероприятие какое-то там маленький юбилей. Я говорю, вы же не хотите конкурсов? Он говорит, нет. Все, мы это упаковали, показали, что все, мы вот так, вот так. То есть, вот это как-то постепенно шло. Сейчас, конечно, то есть, мне вот прям в сильном повороте, это вот на этот момент. Дальше просто шло уже просто по накатанной, где-то как-то постепенно увеличивалось. Я там понимаю, что на момент, когда я первый раз участвовал в ВНК World's Юг и проиграл Руслану Исмаилову, тогда еще баллы не показывали, но Саша Белов, объявляющий результат, по-моему, минут 10 тянул интригу, он сразу отстегнул третьего человека как мы не могли выбрать между двумя. И на тот момент мне казалось, ну все, я себя уже не переплюнул. Все было сделано идеально. Сейчас думаешь, ну елки-палки, вообще, кто ты тогда, на что ты претендовал? Вот. Поэтому, ну то есть, дальше это просто какое-то усовершенствование, еще что-то. То есть, я одно время, мне кажется, просто проходил обучение, вот все возможные. Типа, есть форум? Окей. Есть там, не знаю, за пять тысяч, я помню, там, какой-то предновогодний вебинар Резниченко и одни с Момо. Думаю, ну прикольно. Я понимал, что, скорее всего, мне ничего не будет полезно от Жени Резниченко, потому что это чуть другое, другого направления. И понимал, что, скорее всего, Одис Момо не расскажет что-то новое, потому что я там был у него и на Ориджинал, и там шоу из воздуха, и креативный ноябрь, креативный март. Короче, вот. Но все равно думаю, ну пять тысяч, что пойду, там, что-то, что-то изучу. Потом в карантин Одис выкладывал, там, срежет он какие-то ролики. То есть, я просто постоянно впитывал, впитывал, впитывал. Сейчас я понял, что, ну, наверное, хватит. Сейчас просто я научился вытаскивать информацию не через МК, а через лайвы, шоу-рилы, ведущих, через сторис. Я смотрю, думаю, о, он сделал вот это, и, скорее всего, возможно, он делал что-то по-другому, но я уже, то есть, мозг включился, думаю, прикольно, сделай вот так. Даже я ночью сидел, отбирал кусочки для лайва вот со Стасом Зубковым и вели корпоративы. Там была просто какая-то шутка в проброс. Я думаю, о, кайф, запишу ее, кайф переделать, вообще ее можно в код превратить в какой-то прикольный ход. Да, кстати, по короткому пути, ты вот акцентируешь внимание на ходах и линиях. Возможно, через три года все будут, или через там, на следующий год все будут говорить, так, ведем без конкурсов, но у нас есть классные ходы и линии. Ходы и линии, это то, что ты делаешь каждый раз, ну, на одной свадьбе, на другой свадьбе. Правильно? Да, давай, чтобы было всем понятно, приведу пример, который я не приводил на курсы, вот, на примере закрытой ныне передачи «Вечерний орган». По факту, это свадьба, да, то есть, есть гости, которые приходят и что-то говорят, это тосты, есть какие-то игры с ними, это конкурсы, есть группа фрукты, это музыка, и есть все остальное. Вот во всем остальном есть импровизация, есть какие-то шутки, заготовленные, а-ля вот там, резинки, которые Ваня умело ворачивает так, как будто мы думаем, что это он на ходу придумал. Есть коды и линии, но условно, то есть, он всегда выходит и его вначале обсуждают там, обсуждают новости, всегда есть фишка с заклеенным логотипом яблока на ноутбуке. Это линия, линия, которая переходит из передачи в передачу, то есть, они придумали эту линию и каждую передачу они закрывают минуту юмора на том, какая же наклейка теперь будет на этом ноутбуке. То же самое и там на свадьбе, ты придумываешь линию, ты можешь пошутить просто один раз, а за счет того, что у тебя есть эта линия, ты потом, ну, то есть, у тебя мозг вот работает, бегают человечки, говорят, можно вот так пошутить, скажи красиво, намекни, что семья, это важно. Если человечки разбезались, ты просто вспоминаешь, какие линии ты уже запустил и подковыриваешь и продолжаешь ее. То есть, код это что-то одно, то есть, грубо говоря, шутка, резина, не знаю. Давай на примере сейчас, чтобы понятно, кто на курсе не был, какой-нибудь ход и линию. И шутка, да, то есть, ну, шутка, мы с тобой общаемся, да, грубо говоря, у нас с тобой просто идет диалог, либо у нас шутка получится случайным образом, да, то есть, мозг сам ее выдаст, сформулирует гениально, либо мы, там, диалог сам зайдет в какую-то комическую ситуацию. Это будет шутка. Ход, это, ну, условно, мы с тобой придумываем, то есть, я захожу в какой-то разговор, и мы его можем разогнать, там, в пять, в десять минут, что-то, ну, условно, давай на примере корпоратива, если ведущий говорит, типа, поднимите руку, те, кто, там, или я подхожу к девушке, говорю, вы замужем? просто я задам вопрос вам, как будто бы всем гостям, девушкам в этом зале, вы уже получили сообщение от мужа, ну, что тебе весело, долго собираешься гулять, уже натанцевалась, ну, то есть, это вот такая шутка, построенная на комедии наблюдений, что так всегда происходит, и вы озвучили то, о чем многие подумали, но не говорили, а тут вы озвучили, все такие, блин, как же круто, он подметил, а ты не подметил, да, то есть, она у тебя была в голове, но ты ее выкинул в конце разговора, и она смотрится, как импровизационная шутка. Если мы говорим про ход, а не шутку, это если вот мы дальше начинаем развивать, я говорю, давайте, в принципе, сейчас просто поймем, кто, у кого мужья, прям, ну, вообще пареньки, напишите сейчас своим мужьям, сообщение, дорогой, нет времени объяснять, найди мой загранпаспорт и отправь курьером, буду через два дня, все расскажу, доверься, я говорю, просто, ну, то есть, и дальше мы в течение там пяти минут начинаем разгонять, кто кому какие присылают сообщения, это не конкурс, да, мы не объявили, что у нас там, мы отдадим подарок за лучшее сообщение от мужа, ну, то есть, мы положили вот такой ход, и одну шутку мы превратили на этом в пять минут, в шесть минут, если мы говорим про, про линию, то условно мы можем там с этой же девушкой придумать какую-то историю, чтобы она, чтобы она писала мужу каждый час, мы говорим, мы на вашем примере будем вообще следить, насколько там мужья дома сидят и бесит, ну, к примеру, у нас женский коллектив налоговая, мы выбираем одну девушку, и давайте в течение вечера будем периодически, периодически следить, что и как, как муж реагирует, там, давайте ему отсылать разные фотографии, что нам весело, просто можете сейчас вот так вот, с бокалом, сфотографироваться, через час, а пойдемте к экрану, мы сейчас включим фото местного аэропорта, сфотографируйтесь, как будто вы куда-то улетаете, а давайте ему позвоним по громкой связи, ну, то есть, это такой, ну, понятно, что это, наверное, не прикольно, да, то есть, в этом случае прикольно остановиться на шутке или на, сделать ход, ну, вот пример, да, что ты просто себе разгоняешь это как в линию, ты просто кладешь себе очень много вариантов для шуток, ты можешь к ней не возвращаться, но после большой музыкальной паузы, выйти, выйти не под веселую музыку, или выйти под веселую музыку, она может перейти в какую-то лиричную, то есть, ты можешь сказать, я должен объяснить, что произошло, пока вы тут все веселились, танцевали, мне позвонил муж Елены, мне пришлось раскрыть тайну, ну, то есть, я услышал много неприятных слов, в свой адрес, Елена, давайте мы вашему мужу какой-то подарок сейчас соберем, вот мы тут планировали разыграть ящик шампанского, давайте пол ящика мужа забирайте, потому что, ну, то есть, а он не звонил, но это все вот родилось из-за того, что там была вот эта линия, вот весь пример, то есть, и мы на курсе разговариваем о том, что в идеале у тебя должны быть разные наборы, то есть, есть что-то, что невозможно превратить в линию, то есть, оно работает вот как ход, мы отмечаем день рождения человека на свадьбе, и 15 минут свадьбы мы превращаем в день рождения этого человека с отдельными заставками, с отдельными конкурсами про этого человека, ну, я сейчас не буду раскрывать, да, там всякие там штуки, ну, вот это ход, возвращаться к нему там через час и говорить, ну, Славик, мы помним, что у тебя будет, нет, все, они там 15 минут в день рождения прошел, отбудели, сказали ответное слово, вышли на салют маленький для Славика, купили ему петарды. Ну, да, вот про корпоратив, я сейчас вспоминаю, когда ты осознаешь, что есть линия, ну, это для меня такое, знаешь, возможно, раньше я так делал, но неосознанно, а потом ты такое осознаешь, ну, и, к примеру, была пара, когда ты спрашиваешь, а есть кто свадьбу в этом году праздновал, ну, и поднимает пара, там парень поднял, или девушка, ты подходишь и говоришь, там, когда была свадьба, в октябре, а где муж, и они вместе пришли, ну, и ты, я такой говорю, а, то есть она сказала, когда у тебя будет корпоратив, ты сам не пойдешь, пойдем только вместе, одного я тебя на корпоратив не отпущу, ну, все там, типа, посмеялись, но ты оставляешь, типа, линию, вот у тебя молодожены были, потом ты в какой-то момент, когда начинается танцевальный блок, и ты хотел медляк включить, ты говоришь, так, а у нас же есть там ребята-молодожены, они же недавно первый танец танцевали, раз там включил, потом еще в какой-то момент ты опять, ну, типа, вспомнил и шутку закинул про молодоженов, это же линия, правильно получается? Да, да, а можно сделать, ну, то есть, а ты мог это оставить все просто шуткой, да, то есть сказав ее, и как мы выяснили именно на втором коротком пути, как я выяснил, что все шутки в импровизации ведущего, это по факту комедия наблюдений, шутка про то, что жена не отпустила мужа на корпоратив, и напросилась пойти с ним, либо она устроилась, ну, то есть, она просилась пойти с ним, и ты знаешь, что если она скажет, да я не напросилась, я тоже работаю, у тебя есть уже следующая шутка, что, а, вы специально на работу к нему устроились, зная, что нельзя приглашать жен, это просто шутка, это простая такая комедия наблюдений, если ты ее скажешь в стендапе, она плоская, ну, она никак никого не возьмет, но за счет того, что здесь прям целевая аудитория этой шутки, здесь она работает по-особенному, вот, есть линия, это ты привел пример, и ход условно, ты можешь сказать, слушайте, у вас свадьба когда была? 13 октября, был кто-то из коллег на свадьбе, ну, и дальше там говорят, либо был два человека, либо не были вообще никого, это же, блин, там всего два человека, нас тут 150 человек, но я понимаю, вы не пригласили, ну, скажите, да, это будет правильный ответ, вы не пригласили всех, ну, просто потому что, ну, зал был маленький, не потому что денег на еду пожалели, ну, да, зал был маленький, камерная свадьба, сейчас давайте исправим, поворачивайся к руководителю, говоришь, там, Сергей Александрович, можно мы всех коллег сейчас пригласим на свадьбу к ребятам, просто никто не был, но все хотели, и в этом корпоративе выделим 13 с половиной минут на свадьбу ребят, и все, и ты 13 с половиной минут разгоняешь, что у вас было, свадебный танец был? Был, поехали, они выходят, начинают танцевать под какую-нибудь ерунду странную, ты говоришь, стоп, музыка, надо, наверное, спросить, под что вы танцевали, и вряд ли вы танцевали под скриптонит, они говорили, да, да, ну, тосты были, были, торт, у нас нет торта, но давайте, вот у нас есть салат, дамы и господа, молодожены сейчас делают первое совместное дело, просто штампами кидаешь в них, молодожены отрезают свой первый кусочек новогоднего салата, то есть 12 минут, ты превратил это в ход, вот, ну, то есть это ход. Да, да, прикольно, и тем более, что пары попадались, я часто спрашивал, со своими пришли, но их не их корпоратив, то есть и ты можешь постоянно использовать. Да, ну, и это вот такая ремарка, вот, когда у тебя есть много таких разных ходов, то есть, ход с тем, чтобы отпраздновать свадьбу на корпоративе, я, например, никогда не делал, и в голове моей не было до нашего с тобой сейчас разговора, хотя я понимаю, блин, там же вообще штампы, и крутое объяснение, и круто, и вроде бы и ты ценности показываешь семейные, и объединяешься людей, ты говоришь, мы все одна семья, мы по-любому должны к вам прийти, то есть все работает, есть все шутки у тебя в рукавах, просто там, нет каравая, но есть лаваш, давайте, отлавывайте по лавашу, кто похож визуально на родителей, давайте вы, вы становитесь, говорите благословение, у нас 12 с половиной минут, поэтому благословение в трех словах давайте, ну, то есть, ну, и в конце сделать, нам всех позвать, там, обнимашки, или что-то такое, ответное слово, салют, Сергей Александрович, мы можем салют компании, потратить сейчас на молодоженов, а у нас нет салюта компании, тогда внимание на экран, салют для молодоженов, ну, то есть, или там, держи, включи звук, салюта, как будто мы не успели выйти на него, блин, все что угодно, то есть, ответное слово, там, еще, вообще любая, любая, любая штука, любая история, то есть, ты можешь даже там попробовать сделать какую-то викторину про молодоженов, где у тебя не будет правильных ответов, но ты будешь подходить к ним, спрашивать правильно, неправильно, закрыл 12 минут, это был конкурс? Нет, это не был конкурс, это была импровизация, для тебя нет, потому что у тебя в голове это ход, ну, если он не так вот случайно родился, для тебя нет, для всех остальных, да, ты спросил, где жена, выяснил, что она на корпоративе, и ты с коду бахнул 15 минут, ты гениальный импровизатор, мало того, кого запомнят, какого ведущего, который в прошлом году очень круто прописал квиз про компанию, или который сориентировался, сказал, что мы тут все одна семья, набросал кучу шуток, кучу прикольных штук, и квизта никто не вспомнит, а их месяц или два будут в коридорах видеть, в офисе будут говорить, горько, горько, да, кстати, горько тоже кричали на этом корпоративе, эти молодожены, все вместе, да, прикольно, и если у тебя огромное количество таких ходов, линий, то можно вести без конкурсов, но конкурсы всегда нужны, да, причем, ты знаешь, какая история, мы все же циклично, и я понял, вот сейчас идут встречи по свадьбам, свадьбы дорогие, и вот у меня свадьба в феврале, в Калининграде, все там, отель шло с янтарной, на берегу моря, ведущий из другого города, там, группа, все классно, молодожены нить, у нас все родственники, да и мы тоже переживаем, а можно конкурсы? Я говорю, да они будут, блин, ну просто, я понял, что, короче, мы немножечко перебарщиваем с позиционированием, без конкурсов, без конкурсов, настолько, что молодожены начинают переживать, типа, просто разговаривать, что это? Я говорю, да они будут, типа, ну мы будем, я всегда, когда у нас есть встречи с молодоженами, первое, я всегда говорю, смотрите, все, что касается конкурсов, есть несколько важных вещей, во-первых, конкурсы, активности, интерактивы, это все одно и то же, все зависит от того, какой богатый лексикон у ведущего, который вам это решил преподнести, во-вторых, они могут быть, могут не быть, конкурсов не будет вообще, если на вашей свадьбе 12 человек, тогда я вытащу только на историях, хоть у нас, даже если свадьбу идти 10 часов, опыт был, все легко, если на вашей свадьбе больше 20 человек, они будут, есть два варианта, вы любите конкурсы, я говорю, да, они будут, так как вы их любите, но мы их сделаем так, чтобы гости не подозревали, что они участвовали в каких-то соревнованиях, второй вариант, вы говорите, мы не любим конкурсы, я говорю, их не будет, но я их провожу так, чтобы даже вы ничего не поняли, но мы по ходу чуть-чуть перебарщиваем, потому что много молодоженов начинают говорить, ну, нам хотелось бы все равно, что-нибудь, какой-нибудь конкурс, я говорю, да, блин, ну, будут они, будут, ну, что вы переживаете, ну, просто нет такого, нет такого, вы знаешь, ну, иногда мы молодожены объясняли, вот мы недавно с Скачковым были на встрече, мы объясняли, что, ну, если конкурс проходит, то что-то, значит, идет не так, если нам получилось эти 15 минут закрыть так, чтобы нам было весело и без какой-то конкурсной составляющей, где было какое-то условие, ну, то есть в конкурсе это что, либо это соревнование, либо есть какое-то условие, когда ведущий четко говорит, нужно сейчас отгадывать вот так, вот так, вот так, либо нужно танцевать вот так, вот так, либо петь вот так, вот так. Если условий нет, это уже 100% не конкурс, это просто мы вот, там, бесимся, дурачимся, что-то делаем. Мне очень понравилось, как, Работает мозг у Стаса Зубкова в плане компенсации программы. Он понимает, что он в том сегменте, где конкурсы не подобает делать, но богатые люди любят тоже какой-нибудь такой полутрэш. И он просто высасывал из ничего. Выступили девушки, станцевали. У нас был корпоратив в стиле «Восток». Все были шейхи, шакиризады. Станцевали девушки восточный танец, он их оставил. Позвал на сцену двух парней в костюмах шейхов. Спросил, как их зовут. Один говорит, Леонид. Он говорит, Леонид, давай, ты поворачиваешься. Мы говорим, встречайте, Леонид, ты круто разворачиваешься к залу под музыку. И все такие тебе рукоплящут. Пока он повернулся, мы уже накидали кучу шуток на то, что вообще невероятное. Просто на то, что человек разворачивается. Ты вообще припряки? А у нас еще и второй. Второй вообще из Осетии на него тоже полетела. Ира-Таражба, Осетинские пироги. Все, он повернулся. У нас на развороте уже куча всего. Понакидывали еще чуть-чуть шуток. Вышли девушки, потанцевали вокруг них. Они просто постояли как шейхи. Ну, по факту, типа, закрыли конкурс. Там был чувак из шоу-танца. И он был одет, ну, вот как мы там с тобой. Просто не в пайетках, короче. Не в лосинках, не в пайетках. И он говорит, слушай, а ты можешь в зал пойти? Там корпоратив был на тысячу человек. Он говорит, явно тебя не распознают. Пойди в зал. Мы тебя позовем на конкурс, как будто бы. В конце просто станцуешь, а потом мы тебя объявим, короче. И все. Он ушел в зал. Мы сказали, что сейчас есть сюрприз. Мы объясним попозже. Вопрос простой. Кто когда-нибудь занимался танцами? В детстве, в молодости. Ну, вот именно там, полупрофессионально. Мы сразу из тысячи человек отсекли тех, кто странно бы танцевал. Типа, вышли люди. Кто-то умеет лесгинку, кто-то руссконародный, кто-то брэк-данцем занимался. Типа, увидели несколько танцев, он выступал там четвертым. Круто всех разорвал. Мы говорим, слушайте, но на самом деле все было нечестно, потому что это вот наш следующий артист. Мы по факту объявили артиста, а с другой стороны провели танцевальный конкурс. Короче, вот в этом плане я подумал, блин, прикольно. Девочки-гимнастки поднимались на этих лентах к потолку. Он что-то пошел, пообщался. Он говорит, все, меня сейчас поднимут на них тоже. Нашучивай на меня. Его подняли, я понашучил. Его опустили? Да, его опустили. Он говорит, давайте теперь Митю поднимайте. Я говорю, нет. Ну, типа, и все. Мы просто позакрывали вокруг программы, сделали какие-то блоки, которые... Ну, это вот для меня такой следующий шаг. Это что-то между ходами и конкурсами. Да, то есть я понимаю, блин, а как много на, там, кавказских мероприятиях выступают профессиональные танцоры, которые танцуют лесгинку. И это ведь элементарно и просто. С ними подойти, сказать, слушайте, там, парни, а можете потом остаться? Ну, буквально на пол танца нам это очень важно. Да. И прикольно, что они оттанцевали, сказать, слушайте, но есть ощущение, что среди гостей есть кто-то, кто танцует не хуже. И выйдет какой-нибудь там Манзор, либо Давид, либо Ислам, начнет перетанцовывать. Возможно, он будет танцевать хуже, но вы его похвалите лучше, и все. Вы по факту закрыли блок уже какой-то и конкурсный. На кавказской свадьбе, где конкурсы не имеют права быть вообще. Но вы что-то поделали. Вы также пошутили, представили этого Манзора, либо Ислама, превознесли его, добавили каких-то шуток, вытащили. Все, все потанцевали, вот вы сделали то же самое. По времени это то же самое, что там дэнс баттл или кинотанцы, но это невероятно уместно. И вы как будто бы вокруг шоу программы засунули. Короче, это такая прям прикольная история. Ты, когда говоришь, начал перестраиваться одежда. Ну, это такое, типа, основное. Ты сразу начал с одежды, чтобы и ремень дорогой, и смокинг, и все остальное. Одежда, портфолио и, ну, понятно, видение, да? И комьюнити. Комьюнити. Во, кстати, про комьюнити, работа с организаторами. Что ты по этому скажешь? Есть ли у тебя какие-то лайфхаки? У всех они нравятся. Так, ну, если говорить про комьюнити, да, то есть это про, ну, то есть у тебя должно быть окружение какое-то. То есть там стендап никто не пишет в одиночку, всегда есть comedy buddy, их несколько. Ты придумываешь ход, но тебе кто-то помогает добивать. То же самое касается каких-то там, каких-то идей, еще чего-то. Возможно, ты сам все придумал, ты это кому-то высказываешь, он говорит, круто, здорово, ты сам понимаешь, пока говоришь, что нужно там поменять. Сам меняешь, но это работает. То есть когда-то были там хорошие ведущие, то есть всегда рядом там есть там Сережа Скачков, там есть там кто-то из ведущих, кто уже завершил карьеру, ушел там в другой бизнес. Там сейчас это ребята там провинциалы, с которыми мы можем списаться, типа там, вот, кайф сделать, вот это, вот это, вот это, что-то там придумали. Ну, то есть это в плане всегда развития. Ты делишься, ну, то есть тот самый нетворкинг, за которым ты ездишь на форумы, на какие-то там не онлайн обучения, чтобы что-то где-то подчеркнуть, то, ну, вот тут как раз помогает там нетворкинг. В плане агентств, что посоветовать? Ну, работать с агентством. Если бы я знал, да? Если бы я знал, что... Да нет, вот на самом деле там простая схема, ну, то есть по большому счету. Всегда есть первое касание с агентством. С кем-то оно происходит в Инстаграме, если ты просто там невероятно талантливый человек, у тебя прикольный контент, ты так или иначе кого-то зацепишь. Кто-то на тебя подпишется, кто-то будет смотреть. Есть очень много всевозможных бесплатных мероприятий, презентации площадок, презентации кейтеринговой службы, отель, какие-то там полупремии, какие-то нетворкинг-вечеринки, где зачастую нужны, нужна бесплатная сила, но мы всегда как этому относимся, говорят, Мить, проведешь автопати, вот там ты, там ты, ну, проведу, ну, оделся, пришел, что надо делать? Ну, спонсоров надо объявить, ну, в принципе, все, объявлю и пойду дальше там коктейльчик пить. Вот, но надо понимать, что это вот как раз то самое первое касание, и, возможно, к нему нужно готовиться лучше, чем к самой дорогой свадьбе сезона. Потому что вот здесь твои прямые покупатели, и тут нужно где-то не переборщить, где-то, наоборот, не слиться с толпой и дать им это. В нашем случае что произошло? Мы сами сделали эти первые касания, мы начали делать вечеринку, ивентусовку, мы кормили, поили людей, мы делали двухчасовой юмористический концерт с внутриками, и туда бесплатно пригласили всех организаторов, фотографов, видеографов, короче, всех, кроме ведущих. Из ведущих были только мы. И только последнюю вечеринку мы сделали с платным входом, там уже были ведущие, короче. Ну, то есть когда-то вот это сработало. Ну, опять же, да, тут и нетворкинг, и первое касание. А дальше просто нужно не навредить. Что вы на такой вечеринке делали? Что мы делали? Да, просто все пришли, все потусили, вы такие, мы организовали ее, всем привет. Нет, это как раз не те вечеринки, где ты приходишь, выходит ведущий со всеми, поздоровались, дальше играет группа, и ты просто... Это вот, ну, типа, все пришли, то есть был велкам, играли какие-то внутриковые джинглы, прям внутри, внутряк-внутряк, городской, ивентный, внутряк. И потом был, то есть на первых вечеринках это была в основном импровизация на тему, ну, то есть какие-то блоки из импровизации на тему ивента, и какие-то ролики. То есть мы снимали трейлер к фильмам. Снимали... Короче, наша первая заявка дуэтная на Wedding Awards, где мы в отеле с Сережей собираемся как пара. А, да. Это на самом деле изначально ролик для вечеринки. Он чуть дольше, и просто это снимали ролик, вот, постебаться на вечеринку, потом такие, типа, блин, а он же прикольный, давай вот так. Вот, мы делали, ну, то есть там, пели плохие песни, стебали людей, делали прожарку, делали посвящение там новенького, ну, то есть какие-то такие ходы у нас там. Приглашали организатора, который организовывает такие прям статные мероприятия, к ней все боятся подойти, мы ее приглашали как диджея. Ей делали диджей-сет, она там тренировалась, репетировала. Ну, то есть там объединяли несколько групп. Ну, то есть это прям такой, не просто ведущие на сцене, это, короче, вот прям юмор, юмор, там, делали комментаут. Ну, короче, вот то, что в повестке дня происходит, там сейчас, сейчас это уже там, грубо говоря, не... Там есть какие-то вещи, которые мы делаем провинциалами, есть просто что-то, вот там, мы задумали с Сережей сделать два, две вечеринки, не такие глобальные, но больше на организаторов рассчитанные. В Москве вот будем делать таких там обкатку в Ростове, чтобы понять, как чего работает. То есть, ну, в принципе, просто смотришь на то, что актуально в юморе. То есть когда-то мы делали там плохие шутки. Сейчас же, ну, это странно, просто жесткие шутки максимально. Хотя там были просто, ну, кто-то обижался, ну, то есть там делали чат, что, типа, у всего ивента в Ростове есть чат, и делали ролик, где этот, ну, то есть в чате переписывались все как будто. Ну, то есть просто много-много такого контента. У тебя есть на курсе ребята, наверняка ты следишь, и какие-то ошибки общие видишь. Ну, не всегда, возможно, ты это говоришь, но замечаешь. Что бы ты такое выделил, ошибки у других ведущих, которые хотят стать лучше, но что-то не получается? Да тут нужна четко цель. Ну, ты знаешь, проблема-то в том, что никто не ставит перед собой какую-то цель. Все сидят просто и говорят, блин, ну, я талантливый, но просто меня не замечают. А что нужно сделать, чтобы, вот, хочу работать со всеми агентствами. Ну, так же не бывает, но, типа, я поймался на мысли, что есть агентства, на которые я подписался когда-то давно, и они сейчас все подписаны на меня, и я либо с ними поработал уже, либо от них приходили какие-то заявки, но я там был занят условно. Ну, то есть, но мы там поддержим какое-то общение с ними без такого, что просто я пишу там комплименты какие-то под публикациями. Ну, то есть, поработать с агентствами не бывает, что хочу со всеми агентствами Юга, но ты можешь выписать там, грубо говоря, вот, ты находишься в Краснодаре, ты выписываешь, хочу поработать вот с этими. Там есть Е5 и Даша Дробязко есть, вот эта середина, есть вот эта тоже, там, крафтовики, короче. Ну, ты повыписывал, и все, и просто ищешь точки соприкосновения, думаешь, так, на них я могу выйти вот так, с этими я могу сделать вот так, к этим я никак не подберусь, мне нужно что-то придумать. Я сделаю какое-нибудь свое мероприятие, или, ну, то есть, все что угодно. То есть, как только у тебя четкая цель, сразу все получается. Ну, то есть, как сказать, давай просто на примере, вот есть я, давай придумай, вот. Я, например, хочу поработать супер-супер топовыми агентствами Москвы, хотя лучше работать с видниками. Ну, вот, там, не знаю, там, Валера Храпов, да? Давай, да. Хотя мы там друг друга знаем, мы пересекались и на форуме, и на премии работали. Ну, вот я хочу, чтобы Валера Храпов меня позвал к себе на мероприятие. Первое. Я смотрю, кто ему, кто у него ведет. То есть, мне нужно понять, по каким критериям он убирает ведущего. Первый момент. Я смотрю, какие ведущие работают у Валеры Храпова. Подтянутые, красивые, здорово. То есть, как минимум, мне к ним навстречу, к нему навстречу нужно пойти похудевшим, пройти там чистку зубов, а лучше их чуть-чуть подотбелить, причёсанным, ухоженным, подтянутым, с патчами. То есть, ну, это первый момент. Второй момент, чтобы, грубо говоря, я хочу с ним поработать, значит, мне нужно с ним какое-то касание. Он любит ходить в театр, да? Ну, то есть, мы сейчас говорим, это всё дорого, да? Но мы и не берём, условно, там, Иванова-Вэддинг из Новороссийска. Я понимаю, что, но пригласить Валеру одного в театр будет, как минимум, странно. Как минимум, мне зададут вопросы другие люди. Но, условно, я там дружу, общаюсь с Настей Артёмом, да, с Морозовой в Эдинг. Я же могу сказать, слушайте, типа, я вот там приглашаю Валера и Яна из Храпова-Тим, там, не знаю, Настя и Артём, и ещё там, не знаю, и ещё кого-то там, Вера Безе, короче. Вот, у меня есть желание, я в Москве, я купил билеты в большой театр, потратил на это, там, 350 тысяч. Давайте сходим в театр. Вот, а ну, касание, ну, типа, мы выйдем оттуда точно, они выйдут точно с осознанием, что со мной нужно, как минимум, общаться, ну, то есть, как минимум, нужно посмотреть мой промо-ролик. Вот эти касания. Ну, то есть, как только есть чёткие цели, на кого ты работаешь, всё сразу становится понятно, и становится понятно, где какие проблемы, да? То есть, вот я сейчас сказал, я могу их обозвать в театр, но мне нужно подсбросить вес, он увидит, что я заплывши жиром. Мне бы косметологу сходить, потому что он увидит, что тут где-то не то, да? То есть, стрижка свежая, там, ещё что-то. То же самое, ты-то когда ставишь какие-то там цели, ты смотришь, с кем они работают. А, у них все ведущие в смокингах, а у меня смокинг, но я почему-то решил, что смокинг прикольно смотрится, с рубашкой, стоечка, которая застёгнута, вот так, типа я такой, в кедах, а у них нет таких ведущих. Как минимум, мне нужна нормальная рубашка, бабочка и туфли. И фотография, да, чтобы они увидели, что она у меня есть. Так, у них, у этого агентства, все там ведущие ведут церемонии и свадьбу. То есть, как минимум, мне нужно подснять какую-то церемонию, чтобы показать, что я её тоже веду. Ну, короче, у тебя сразу начинают появляться какие-то решения вопросов. Нельзя просто загадать, хочу быть как Агис. И так, ну, то есть, по факту, в Москве-то тоже, то есть, если мы говорим про там супер топов, нет ведущих, которые работают со всеми. Ну, типа, есть ряд агентств, которые там... Ну, одни работают с одними, другие с другими. Работают те, с кем комфортно. Ну, возможно, тебе не будет с Атлантом комфортно работать. Ты один раз поработаешь, скажешь, блин, нет. Ну, нет, тут понятно, что чем выше статус мероприятия, тем меньше ты проявишь себя там каких-то там супер качеств, но ты больше, на тебе больше ответственность, чтобы ты не накосячил и не испортил, что придумали за тебя. Всегда, да, есть этот момент, типа, меня позвали на эту свадьбу, тут куча звезд, куча всего, а как, я же не раскроюсь, но тебя позвали на эту свадьбу, чтобы ты не навредил, тут за тебя все придумали люди, которым заплатили деньги. Ну, то есть, там уже вот так работает. И там, ну, то есть, очень круто, недооцененная заявка Димы Кахно, заявка, которую он проиграл Дмитрию Сократилину, там есть очень прикольная фраза, меня зовут на свадьбу, чтобы я особо ничего не делал, чтобы я просто наблюдал, но в те 5 или 10 минут, когда мне нужно закрыть это время, я сделал то, что умею делать, лучше, чем все остальные. типа, прикольно, вот на таких, на каких-то там высокобюджетных мероприятиях, так и есть, они намного сложнее, чем свадьба для людей из провинции, где ты проведешь 3 или 4 конкурса, да это легкотня, ну, типа, они у тебя обкатаны, там шутки есть, все. А когда у тебя одна звезда ушла со сцены, но другая должна выйти на сцену, в тайминге заложили 10 минут, но пересетап идет 15 минут, и вот тебе 5 минут просто, есть вариант, либо ты скажешь, музыкальная пауза, либо ты в них выдал что-то прям сверхъестественное, все говорит, прикольно, здорово. Да, это один из топовых организаторов, я сейчас не вспомню, кто говорил, что составляли, когда тайминг программы, по-моему, там ведущий был Савельев, и у него вообще выход там за все время на 15 минут, но говорит, он мало работает, но получает большие деньги, почему? Потому что в эти 15 минут мы не можем взять кого-то, здесь нужен такой профессионал, который в эти 15 минут покажет свою энергетику и покажет свой профессионал, налить. Да, который не будет, говорит, давайте поаплодируем еще раз, сейчас мы еще, давайте, а может быть тост? Организатор думает, ты что, больной? Какой тост? У нас всего 4 тоста за свадьбу, что ты несешь, или начнет проводить кону, то есть, тут такая тонкая игра, и тут вообще не всегда работает даже там импровизация, то есть бывает, это случается в тот момент, когда люди уже не хотят общаться, это уже там, не знаю, две звезды выступило, время 10.30, уже люди ждут торта, тут там на сцене, хотел звезду назвать, понял, что будет, если вдруг кто-то увидит, скажет, а, это про наше, что ли? там же он долго пересобирался, ну, то есть, ты начинаешь где-то что-то как-то сделать так, чтобы это не было видно, плюс разные люди, разные обстоятельства, еще и время такое, когда, знаешь, все хорошо, 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 21 сентября прошло, и снова все плохо, когда все на мероприятии сидят, такие, давай, шути, шути, а есть такие организаторы, с кем ты хочешь поработать, но еще не работал, все-таки будут спрашивать, ты говорил, что скидываешь заказчикам конкурсы, что конкурсы проводишь, всем интересно, что ты проводишь, ты можешь какой-то интерактив рассказать? Так, какой-то интерактив, ну, типа, прям любимый, прям конкурс? разницы нет, ну, да, чтобы подкаст посмотрели, а что вообще ведет, ну, ходы линии, понятно, но то, что без конкурсов он позиционирует, понятно, но что он проводит? Слушай, ну, есть какие-то там дурацкие штуки, как там, не знаю, там, бутылку я дарю кому-то, или на мероприятиях, где нельзя угадать, какое вино может порадовать заказчик, и я дарю пауэрбэнк, чтобы в течение вечера люди, пауэрбэнк, то шнуром, чтобы в течение вечера у человека не садился телефон, ну, просто, то есть он там путешествует, короче, если говорить прям про конкурс, ну, то есть он максимально странный и банальный, из конкурсов, мой любимый интерактив, это, прям, это стопроцентный, знаешь, это вот, короче, я всегда его провожу, я знаю, что неважно, кто вел до меня, что им проводили, вот, я его проведу, никто не скажет, что он уже был, даже если его проводили так же, короче, и знаю, что он зайдет на любую публику, и на простых, и на сверхбогатых, в механике это простая допойка, допойка, да, но допойка никогда поют хором, столом, или там всем залом, короче, суть в чем, я иду просто к кому-то из гостей, к девушке, подхожу, говорю там, Катя, как вас, как вас зовут, Катя, я говорю, вы хорошо поете? Она может сказать, типа, не, не очень, я говорю, блин, как хорошо, что вы поете не очень, я говорю, наша просто задача, что впереди, ну, я могу и его зашить, что там впереди кавергруппа, и они попросили сделать так, чтобы вы не только танцевали, но и подпевали. Говорю, вот в плане подпевки нас задача сейчас раскачаться. Я говорю, круто, что вы поете не очень, потому что наша цель, чтобы люди не вокалом брали, а эмоциональный порыв. Знаете, когда человек поет отвратительно, но хочется слушать. Я говорю, все очень просто. Чтобы вам было проще, начало композиции будет петь певица, как и положено на нашей эстраде, под фонограмму, с колонок, услышим ее голос. Как только она перестает петь, я поднесу вам микрофон, и вы поете. Готовы? Она говорит, да. И дальше у меня на каждого гостя есть куча шуток. От каких-то банальных, что бесконечно можно смотреть на то, как горит огонь, наблюдать за тем, как бежит вода, и радоваться тому, как Катя отвратительно поет дуэтом со звездой, до чего-то, что прям подходит под этого человека. И все. Она спела, и я потом начинаю говорить, слушайте, я объясню, это же эстафета музыкальная. Вы не знали? Она говорит, нет. Я говорю, потому что я не рассказывал. У нас же нет условий никаких. Я говорю, но есть принципы эстафеты. Я к следующему гостю иду к тому, кто вообще не радовался и не восхищался вашим пением. Иду просто к человеку, который вот так вот сидит. Ну, иду к нему. И там, ну, то есть, короче, мы поем с ним. Суть в том, что если человек не поет, у меня есть куча шуток на тему того, что человек не поет, потому что, как правило, я еще заряжаю, что если человек не поет, спасайте ситуацию. Типа, подпевайте хором. И там чувак просто сидит, весь столик вокруг него поет батарейку. Я говорю, блин, Игорь, я уже вижу, надо гастроли делать. Я уже вижу, как вы выходите на сцену. Встречайте, непревзойденный Игорь. А мы там еще накидываем кому-то творческие псевдонимы. Кому-то я могу сказать, вы любите себя? Он говорит, да. Я говорю, тогда вам нельзя придумать себе псевдоним. Нам нужно что-то среднего уровня. Иду к кому-то. Я говорю, кто к нему плохо относится, придумайте ему псевдоним. Ну, то есть, это просто такая штука, в которой, ну, механика простая, но она всегда залетает, потому что я потом говорю, непревзойденный Игорь, я вижу, ваш концерт, он уходит, просто молчит весь зал, хором, поет весь концерт, все полтора часа, он потом кланяется, уходит, короче. Ну, типа, и вот так вот там перемещаемся, я там вкидываю, что нам там сейчас отходим от принципа, нам нужен там самый сексуальный гость. Я говорю, это стоп, стоп свадьба, взрослые заскучали, идем к вам, типа. Ну, короче, мы просто там перемещаемся, есть какие-то разные там ходы, еще что-то. По факту они просто допивают песни. Там где-то мы регулярно там обновляем какие-то там, где-то там есть блог, я его, наверное, уже не буду делать в этом году, потому что он мне уже достал. То есть я в конце знаю, что, например, у нас есть там гость Денис, я прям уверен, что я имена не очень запоминаю на свадьбе, но вот если я уверен, что Денис, он веселый, я его не буду трогать в этом интерактиве до конца. Я потом говорю, слушайте, ну, пришла бы я объяснить, для чего все это было. Дело в том, что месяц назад мне позвонил Денис. Я взял трубку, он на том конце провода так говорит, привет, Митя, это Денис. Я говорю, привет, Денис, ты гость со свадьбы Андрея и Алины? Он говорит, да, да, как узнал? Я говорю, я всех гостей сразу в телефон записал. Я говорю, Денис, ты чего звонишь? Он говорит, да я вот хочу порадовать молодоженов, спеть им песню. Можешь как-то обстроить так, как будто это конкурс. Ну, чтобы я не выглядел глубок. Блин, Денис, вообще без проблем. Что от тебя? Он говорит, я в ответ запишусь на курсы по вокалу. Я говорю, реально, скидывает мне чек, а в оплате говорит, вот видишь, я оплатил, говорит, все, пошел. Проходит неделю, он мне присылает смс, говорит, я еще и на танцы записался. Я говорю, зачем? Он говорит, вдруг душа развернется, чтобы не упасть в грязь с лицом. Он говорит, вчера, прикиньте, в 10 вечера звонит мне, понимаю трубку, слышу, громко дышит. Я понимаю, что только закончилась репетиция, и вот он готов. Ну, то есть, по факту, это такой разгон, знаешь, вот как я всегда представляю, Ургант, гость, и вот Ургант просто наваливает что-то, что не происходило, а гость, ну, у него нет выбора, он просто подыгрывает, короче. Я говорю, Денис, как ты репетировал? Как и завещал тренер по вокалу за 650 рублей в год? Я говорю, как, кстати, за месяц сколько вышло? Тут он говорит какую-то сумму, тоже мы нашучиваем, что, как правило, 650 на 12 быстро никто не делит. Я говорю, в общем, как-то мы договаривались, все слова в куплете поет певец, ты в припеве издаешь тот звук, который репетировал месяц, короче. И все, у вас включается витас, на куплете все уже понимают, что это подстава, что ему сейчас придется выть. Дальше два варианта. Он воет, я говорю, браво, это божественно. Он не воет, говорит, я не знаю что. И я начинаю нашучивать на то, что 650 рублей коту под хвостом, вообще, ты зачем мне звонил? Я прямо сейчас удаляю. Ну, то есть, это по факту тупорылый конкурс-допойка. Но за счет того, что вот он мой, ну, ты знаешь, как, все же знают, как Клячкин делает лотерею. Но никто не сможет ее так же провести. Вот, тут такая же история. То есть, типа, у меня в голове куча там этих каких-то ходов, передвижений, там, еще что-то там, с Ваней Демидовым, то есть, команда КВН Планета Сочи и Неудержимый Джо, вместе в дуэте работали. Он говорит, блин, а с кеми эти треки? Это какой-то просто конкурс игры. Да дело не в треках. типа, есть смешные? Этот я конкурс прям увидел, когда-то, не знаю, в году в 2006-ом на концерте команда КВН Луна. Я еще не был ведущим тогда. Стас Ярушин спустился в зал и делал. Суть была такая, что кому-то простая песня, кому-то там Кострома, Кострома, Мукоровушки, Кисельск. У кого-то нормальная песня, у кого-то там песня Тома из Тома и Джерри, где он ковбойскую поет. Бэберл, ну типа, я потом со временем понял, что перебарщивать не надо, потому что оно тогда превращается в простую, понятную механику. У меня осталось две там, где-то это может быть, там не знаю, холодзе доксаут и мы же понимаем, что все гости по-разному делать, буду делать звук собаки. И ты начинаешь нашучивать, что там кто-то говорит аув, аув, я говорю, блин, у вас прям кавказская чарка, прям аув, 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 там где-то у меня таркан, кис-кис, и все по-разному делают звук. Кто-то делает ах-ах, я нашучиваю на тему того, что человек так целуется. Ну типа, короче, просто напичканный. У тебя куча резин на этот интерактив. Да, да. И он может пройти восемь песен, а есть мероприятия, на которых я провожу только таркан, кис-кис. Я просто нахожу гостя и сразу вваливаю, что он сам, у меня там есть штука, наверное, шесть шуток про то, что это самый сексуальный гость, что он самый сексуальный человек России и почему. То есть прям шесть, проверю, как стендап концерт, ды-ды-ды-ды-ды, сказал, тебе уже в лёжку, он спел, У него, если у него получилось, я говорю, все, нам нужен другой микрофон, этот я продам на аукционе. Посмеялись. Если он сказал какой-то другой звук, я еще накидал на него шуток. Ну типа, все, мы закрыли, там, 6 минут. Это вообще не конкурс был в этом случае. Типа просто, ну здесь, иногда он просто короткий, я говорю, нам нужно раскачаться, нужны все части населения. Типа, девушка, парень, молодежь, взрослый, там, сексуальный, короче. Ну, то есть, типа, короче, просто варьирует. По факту механика обычная, короче, вот это, типа, вот это мой такой любимый, то есть то, что я прям обожаю и всегда, всегда там провожу. Ты знаешь, как у меня в этой подборке интерактивов нет бутылки, про бутылку механики, потому что она в тексте очень скучно смотрится, ее молодожены редко выбирают. Но я понимаю, что это вообще не интерактив, я могу его просто там закинуть в любой момент, поржать, пообщаться, ее там разыграть. Я вот подумываю, что надо вот допой тоже, наверное, убрать, короче. Чтобы, типа, неважно мне, выбираете вы или нет, я это сделаю. Не, а ты тоже на курсе это увидел, что ты скидываешь молодоженам, они потом могут выбрать. А ты такой, блин, не хочу это вести, ну, вот как ты и рассказывал, да, понимаешь, что не заходит. Ну, это же, во-первых, к тебе вопрос, зачем ты это включил? Зачем? Для количества не надо. Ну, то есть раньше я побольше, побольше, и потом, типа, молодожена поубирает какие-то там интерактивы, думая, что ее гости творческие. А ты понимаешь, что ты не вытянешь, ну, что-то должно быть стопроцентное проверенное. Вот, я потом в какой-то версии писал, что это хит. Проверено. Дойдет. Когда на сайт, знаешь, заходишь на сайт и хотят продажу сделать, это разбирает хит. Рекомендация шефа. Вот. Вот. А сейчас, сейчас я просто молодожен, я вот брошу файл, это не с целью, чтобы переложить на вас ответственность, чтобы в конце свадьбы я подошел к вам и сказал, ребята, я сразу знал, что свадьба будет не очень, потому что выбрать вот это, это надо. Я говорю, нет, ну типа, вы посмотрите, выберите, я пойму, что вам нравится, что нет, скажу, к чему нужно подготовиться. Но если вдруг вы выберете там только танцевальные, я вам намекну, что нам нужно добавить что-то в начало. Ну, то есть, ну, в большей степени там молодожены говорят, нам, типа, нам все взошло, нам все нравится, или там пишут там, что, вот, кроме вот этого, короче. Да, 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 на ваш выбор, на ваше усмотрение. Ты на встрече про конкурсы рассказываешь или нет? Или просто думаешь? Нет, ненавижу эту штуку, когда говорят, ну, расскажите, приведите пример конкурса. Я недавно вообще переборол себя, я всегда завидовал, как в сторис ранее упомянутый Рома Клячкин, знаешь, когда он его спрашивает, и он начинает прям навстречу рассказывать, как все будет. Вы заходите, мы шутим вот так, делают сердечки, потом я шучу вот так, а потом я говорю вот так. А потом проводил вот такой-то конкурс, думаю, блин, а потом я подумал, блин, а по сути, ну, по факту, молодожены тебя выбрали, они посмотрели твой лайф, там, еще что-то, ну, типа, ты деньги получаешь на встрече за их свадьбу, ну, а для остальных ты придумаешь, как сделать весь сам. И, типа, когда меня спрашивают, я всегда, ну, типа, отмораживаюсь, говорю, что вы выберите сами, мы там что-то придумаем новое. Говорю, ну, это может быть что угодно, я привожу пример просто несколько, говорю, можно сделать вот это, вот это, можно сделать вот это, там, ну, то есть, и могу там что-то, там, в какой-то механике рассказать. Ну, то есть, сейчас уже мне не страшно. Ну, раньше, то есть, на корпоративах точно не рассказывали. Вот прям корпоративы, все мои встречи по корпоративам сводятся к тому, знаешь, когда там, типа, почему мы должны выбрать именно вас? Ну, не знаю. Слушай, а ты не смотрел подкаст Колячкина? Нет. Там он рассказал просто, как на корпоративе, и ему задали этот вопрос, Макдональдс, почему мы должны выбрать именно вас? И он сказал, ну, как, почему, да, вашей компании, он на сайте покопался, говорю, да как, в вашей компании за неделю от обычного продавца можно стать управляющим? Да как мне выбрать ту компанию, которую буду вести, которая вот это, вот это? Он перечисляет просто, что на сайте написано, и потом говорит, ну, если честно, говорит, вы знаете, когда я попью, я с похмелья люблю поесть в биг-тесте с картошечкой фри. Говорит, каждое похмелье просто. И они такие, все, выбираем вас. Но он просто смотрит на корпоративе, что компания делает, и потом это перечисляет. Да нет, тут понятно, знаешь, насколько тебе нужен этот заказ. Ну, типа, если тебе нужен этот заказ, тебе организатор предупреждает, что там, на встрече нужно будет объяснить, как ты можешь быть полезен этой компании, да, то тогда работает схема, там, про которую там Дима сократили, он говорит, что надо к встречам приходить, да, ты сразу выпуливаешь какие-то идеи, говоришь, для вас мы придумали вот это, вот это, можно сделать вот это. У меня в этом году была история, я не работал только на этом корпоративе, и был свободен в итоге в этот день, но я и не сильно хотел туда ехать. Там это была прям сложная логистика, мне нужно было бы там ехать в Крым, короче, зимой, не очень прикольно. Мне прислали сообщение, Мит, вас практически утвердили, финальный этап, нужно ответить на пять вопросов, записать видео. То есть я понимаю, что там, это не руководитель хочет, это какой-нибудь HR или секретарь, или помощница руководителя, которой нужно показать видимость деятельности. И она вот придумала это, но она не хочет тратить время на общение со мной даже через онлайн. Она придумала, чтобы я это все записал. Ну что, я записал с маской в инстаграме, и был первый вопрос, почему, потом какая-то формулировка была, что типа, почему мы должны выбрать именно вас? Я ответил на все вопросы, а там были, знаешь, вспомните неудачный опыт шуток и взаимодействия с аудиторией, расскажите. Вот такие были вопросы. Я сказал, что, я отвечаю на первый вопрос, скорее всего, перечеркну свою кандидатуру, но вы не обязаны меня выбирать. Я расскажу, почему я выбрал вас. Потому что у меня свободна эта дата, потому что я доверяю агентству, которое мне прислало заказ, и скорее всего я понимаю, что я там получу удовольствие. Ну и самое главное, после вашего мероприятия, помимо удовольствия, помимо того, что у меня свободна эта дата, я получу гонорар. Подхожу я вам или нет, вы можете посмотреть по видео, вы можете посмотреть, как я работаю, как я говорю. Могу ли я его сделать лучше? Будет ли оно лучше со мной, либо без меня? Я думаю, что да, но говорить вам в лицо это я не могу, потому что я вот такого воспитания. Ну типа все, меня не выбрали, я просто как сказал, что вы, отвечая на ваш вопрос, вы меня не обязаны выбирать. Мне кажется, что после этого был следующий, а у меня еще маска, понял, я сделал себя, загорел, глаза у меня такие. Слушай, ну да, если вот так придирчиво, зачем в компании работать? Ну не всегда комфортно, блин, не знаю, это такое понимание, что ну давай расскажи один, потом второй, и ты понимаешь, что из всех выбирали каким-то непонятным критерием, не потому что они посмотрели портфолио и то, что нравится, что ты ведешь. Ну да, честно говоря, там еще и было мало вводных, типа что это там полуклиентское, полукорпоративное мероприятие, непонятно чем занимается компания. Ну то есть, если бы было больше вводных, если бы мне прям нужно это было в мероприятии, я бы, наверное, штурманул, сделал презентажку, записал бы и показал, что я прям, глаза горят. И вот мне вообще все равно, какие другие там 13 мероприятий будут в декабре, главное это ВАТО. Вот, я в общем просто спать не буду буду готовиться. Тогда да, ну а здесь я просто не было заинтересованности, и я пошел по принципу, типа да, никому ничего не должен. Запишу я вам свой ответ. Ну а на некоторых это работает, то есть у меня были случаи, когда мне звонит организатор, говорит, мы с ней работаем редко. Говорит, Митя, короче, четыре ведущих уже ездила к нему, выбирает лично руководитель. А лично руководитель это не HR и это не помощница, ну и не бухгалтерия. И я говорю, съездишь? Свободно, да, съездишь? Я говорю, да, я съезжу. Ну я приехал, он спросил, что проводишь, какие конкурсы, я говорю, какая разница, ну типа, вот я там про веселье, про вот это. Я говорю, вы лучше мне скажите, какая сверхзадача? Он говорит, что это? Что за сверхзадача? Говорит, нам повеселиться надо. Я говорю, это понятно, говорю, но, говорю, повеселить вас могут любые ведущие, там, и за 20 тысяч, и за 30 тысяч рублей. Говорит, есть сверхзадача, у некоторых там отделы объединить, у некоторых там подчеркнуть историю компании, у некоторых дать какую-то мотивацию, чтобы они в январе без денежной премии перевыполнили план. Он говорит, о, надо историю компании, ну типа, короче, его вот это зацепило, то есть на него вот это сработало. Тут на всех по-разному влияет. О том, что помощница руководителя переусердствует, я понял, на одном из корпоратов меня забронировал лично генеральный директор. Я в этом году вел 10 лет его свадьбы, и, соответственно, его свадьбу 10 лет назад тоже вел я. Дни рождения, куча там праздников, свадьба его, брата, летние конференции компании, где не нужно там конкурсы. Тоже веду я. Меня забронировали, все, ну типа, все окей. И тут неожиданно мне девочки из этой компании, которые мне спрашивали, как перечислять деньги, какое-то там, типа, мероприятие 28 декабря, 21 декабря, они пишут, «Дмитрий, вышлите, пожалуйста, сценарий и подробно распишите интерактивы, которые вы будете проводить». А я понимаю, что ему это не надо, что они сидели, скорее всего, пили кофе. «А что у нас вообще будет на корпоративе?» «Ой, да давай я узнаю». Она написала и попыталась украсть, там, не знаю, 2 часа моего времени, драгоценного, да, 21 декабря, когда уже времени нет, отсутствует. Вот, ну я, естественно, сказал, ну тайминг я вам сейчас напишу, говорю, но он будет не в тексте, а в смс-ке, говорю, потому что я занят. Я говорю, а что проводить? Говорю, мы все обсудили, все на моем доверии. Короче, ну типа, я понял, что, так здесь я осознал это, а сколько таких мероприятий, где, знаешь, вот эти вот они, серьезно? Ну, сейчас... Митя, спасибо тебе большое. Мы должны были час-полтора, ну там получился мастер-класс, можно все это урезать, добавить короткому пути два. Поговорили про рост, поговорили про встречи, поговорили про работу с организаторами, проговорили про конкурсы, поговорили про все. Так, единственный момент, давай финальное, что бы ты пожелал ведущим в 2023 году? Я пожелаю вам то, что от вас не зависит. Я вам пожелаю поменьше отмен и переносов. Да, это было бы отлично. Не столько страшны отмены, как переносы, потому что зачастую перед тем, как переносится дата, идет сообщение, мы переносим дату, скажите, сохранится ли аванс? Давай, знаешь, от тебя попрошу такое обращение, смотрите подкасты для ведущих или рекламу, ну, в общем, называй как хочешь, тебе нужно что-то сказать, чтобы я потом это выставил в начало. Так, они так и называются, подкасты для ведущих? Да, я просто ничего не придумал, и вот уже 40 подкастов с таким образом. Ну, хорошо, давай. Это, получается, самое начало, но мы записываем его в самом конце. Смотрите подкасты для кого? Для ведущих, потому что вы кто? Вы ведущие, это что? Подкаст. Но не один, их много. Сейчас смотрите один, а вообще их много. Первая серия, вторая, третья. Там много разных людей было? Короче, это все подкасты для ведущих. Смотрите подкасты для ведущих! Митя Горький, Митя, спасибо тебе большое. Все. Все, заканчиваю. Я надеюсь, все нормально. Все, прислали как раз недостающий фрагмент для моего шоурила. Можно отправлять в КЗ. Все, Митя, спасибо, на связи. Давай, пока. Пока.